1. Воскресная встреча с учителем после слияния 29 марта. Вопрос о круге единства. Есть твое слово, что круг единства благоприятно проводить ведущему обозначая три части. Первая часть. Воздадим славу Отцу Великому. Вторая часть. Отдадим тепло души земли матери. Третья часть. Отдадим тепло души ближним родственникам. То есть один образ одни мыслей в общей модной вибрации. Есть другие варианты проведения круга. На мой взгляд это было бы сильнее. Является ли этот вариант наиболее благоприятным вариантом проведения круга единства? Чем какой? Чем, например, такой, когда ведущий ничего не объявляет молча поднимает руки к небесам? И каждая выражает желание, которое сучтет благоприятным. В кавычках. Да. В кавычках. Это надо спросить, а где сильнее мысль ваша может оказать изменения на окружающее пространство и реальность? Там, где вы думаете об одном месте, там сильнее происходит воздействие. Так вот какую цель вы преследуете? Все должны задуматься о том, какую цель они преследуют. Если вы цель не видите, не понимаете ее вместе, то ничего не остается, как каждому сделать свое дело, которое он считает благоприятным. Вы же все равно не знаете, какую цель преследуете. И цель у каждого будет своя мелкая какая-то, но которую больше никак нельзя обозначить, потому что вы не вместе. Большое вы можете сделать только вместе. А так у каждого из вас может быть что-то большее, но индивидуальное, относящееся к человеку и зависящее только от его возможностей, но которые всегда меньше, чем возможностей двоих, троих. И тем более большего числа думающих об одном и том же или способных подумать об одном и том же. Спасибо. Вопрос о бывшей жене. Есть бывшие жены у меня и у них единое понимание. А у меня немножко другое понимание. Они считают, что бывший муж обязан и должен. Ты рассказываешь, кто как считает. Вопрос. Хорошо. Правильно ли мое понимание, что такого правила и закона? Вопрос. Ты теперь рассказываешь о своем понимании. Ты просто вопрос задавай. У вас возникли разногласия, значит какой-то один есть вопрос. Нужно не рассказывать, кто что понимает. Ты мне забьешь вопрос. Вопрос. Хорошо. Должен ли бывший муж заботиться о бывшей жене до тех пор, пока она не составит природную семью с новым мужчиной или другой мужчина не возьмет за нее ответственность? Вопрос. Мужчина должен сразу забыть о ней и ни в коем случае никак не помогать, не думать, просто вычеркнуть из своей жизни и никогда не вспоминать. Такой вариант. Ты если вопрос забьешь, значит есть какая-то еще альтернатива, что-то другое, с чем ты пытаешься уравновесить. Меня немножко смутило эту. Должен. Обязан. И вроде бы должно быть какое-то правило, закон. То есть ты только задумался над формулировкой. Должен. Не вопрос. Должен ли помогать в обществе. В смысле помощь оказывать нужно ли. А должен ли. Тебя только это смущает, да? Только это. А чтобы ты предложил. Желательно, чтобы помогал. Я говорю, могу тебе дать минимум прожиточной деньгами, трудом своим, и это сделаю. Если тебя. Должен смущает, ты должен уточнить. Правильно ли я понимаю, что под словом. Должен понимается, что я каждый день встаю и иду, и присутствую постоянно в доме бывшей жены, и делаю все, что ей нужно, и вечером ухожу домой. Нет, так неверно поступать. Вот так именно и происходит. И что постоянно я должен откладывать средства каждый месяц, вот это уже не второй. Это третьей. Все зависит от обстоятельств. Недости сухих правил не может их быть. Все зависит от обстоятельств, как ты можешь, что ты можешь. Она такой же друг, как любой другой человек, живущий рядом с тобой. И неужедомно ты можешь увидеть, что кто-то образу больше нуждается. Тогда ты идешь и оказываешь там помощь. То есть она остается близким тебе человеком, как любой другой по духу тебе близок. Вы вместе делаете одно дело. Поэтому ваша забота друг о друге играет очень большую роль. Она сближает вас. Чем больше вы друг о друге заботитесь, тем вы ближе. Чем вы ближе, тем больше вы доверяетесь друг другу. Чем больше вы доверяетесь друг другу, тем сильнее вы сливаетесь вместе, создавая единое поле мощное. С течением времени все более мощное. Если вы движетесь правильно, будет усиливаться это ваше поле единое. А чем оно сильнее, тем оно мощнее будет воздействовать на окружающую реальность. Но ваши доверия друг другу очень важны. Поэтому здесь надо так и рассматривать. Нет такого, что если бывшая жена, то независимо от того, кто еще в какой помощи нуждается, оказываешь только ей помощь. Нет, он такой же человек, как и все вокруг, у которых ты стремишься заботиться. И вот тут уже как верующий ты должен стремиться. Но должен, это только условная форма выражения, потому что для верующего это естественно, он не может по-другому. Он для себя уже внутреннее требование ставит. Он должен. Как это он может не пойти и не позаботиться? А как это может быть для верующего человека? Для устремленного любить, выражать свое добро, тепло души своей, сердца своему. Как он может не позаботиться? Значит, для него это естественно, это должен. Это как форма жизни, он по-другому не может. Или если он живет по-другому, то он уже не может считаться верующим, если он старается избегать выражения заботы о ближних. Поэтому относись проще к слову «должен». Если тебя смущает само слово, значит, тебя смущает не просто само слово, тебя смущают какие-то образы, скрывающиеся за этим словом. Так вот, тут ты и должен посмотреть, какие именно конкретные нюансы, скрывающиеся за этим выражением, тебя смущают. И тут ты уже можешь задать гораздо более конкретные уточняющие вопросы. А правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен делать вот так, вот так, вот так? Но ты назовешь какие-то уточные действия, которые как будто бы, ты видишь, для тебя стоят крайне важной задачей. Следующий вопрос о воде. Скажи, пожалуйста, благоприятней принимать сырую, колодезную воду или кипяченую. И в каких количествах, хоть мучу от лошади принимай, в любом количестве. Всё зависит от того, как ты ко всему относишься. Будьте добрыми, будьте хорошими, сколько мы говорим о чистойте вашей души, ваших мыслей. И тогда всё будет у вас развиваться в нужном направлении. Будет развиваться то, ради чего вы вообще сейчас живёте. Мы собрались вместе, это самое главное. А что вы при этом ещё выпьете? Это уже не главное. Хотя, конечно же, мы можем говорить, чтобы творить доброе, чтобы творить и исполнять те задачи, решать, которые перед вами стоят. Конечно же, ваше тело тоже в какой-то мере должно быть уважаемо вами и ценимо вами. На должном ровне ценимо. То есть вы должны ухаживать за ним, вы должны присмотревать за ним. Оно должно быть нормальным. На него тоже нельзя махнуть рукой. Это вам дано Богом, как инструмент, которым вы должны исполнить волю Божью. И тогда что вы за творец? Если за инструментом не присматриваете, если он валяется, где по полу ржавеет, вы не обращаете на него внимания. А потом берёте его ржавой и удивляетесь, что отваливаются какие-то кусочки, как это так. Тут нужен ваш уход. Будет неверно так думать, если вы подумали о Божьем, умолились. У вас всё засветилось и всё очень незамечательно стало работать. Чтобы подстроиться под гармонию, очень большой труд надо исполнить очень большой, и не только одному человеку. Вы честь общества, и гармония у вас наступит, только когда вы все вместе сделаете гармоничные шаги, иначе у вас не будет гармонии. Тот, кто нарушает законы гармонии, законы истины, будет создавать какую-то определенную напряжённость, негативно сказывающуюся на окружающих. Они будут ощущать негативность на себе, а это уже не гармоничное состояние. Вы будете переживать, вы будете чувствовать какое-то давление. Хотя вы вроде бы стремитесь гармонично жить, но рядом человек допускает себе ненормальные поступки, переживания, мысли. И он будет вредить по слабости своей, вредить. Он может до конца не понимать этого, но пока он есть, вместе гармонию вы не создадите. Но вы должны к ней стремиться. И как только вы вместе действительно сделаете нормальные шаги, у вас произойдёт очень мощный прорыв в вашем изменении. И очень важные события произойдут, такие, какие у людей ещё никогда не происходили, но какие должны произойти. Но только когда вы вместе сделаете эти шаги. И поэтому ваша задача, строя единую семью, учиться жить одним организмом, одним целым. А значит, нужно друг в друга проникнуть, озабочиться друг другом, думать друг о друге, думать хорошие, ставаться быть полезным друг другу. Переживать не устался ли кто-то без вашего внимания. И может быть, он уже нуждается в помощи, а никто не приходит, не заглянуть ли к нему, не побеспокоиться ли. Вот это выработать надо в себе обязательно. И тогда у вас начнётся важный момент сближения. И тут уже не может быть разницы, свой ребёнок, ребёнок соседа. Хотя внутри нечувственная разница будет. Но вы люди, вы не животные. Вы следуете не только чувственным позывом, вы ещё дополнительно способны прикладывать усилия волевые, которые позволяют вам выразить божественное, что уже животное выразить не может. Оно ограничено инстинктами. Вы волевыми усилиями можете расширить свои возможности проявления. И вот тут вы и действуете в зависимости от важности, нужности, проявляете свою пользу в миру действительной необходимости. Жена ли бывшая, настоящая, друг ли, уссорились ли с ним, но он остаётся вашим дорогим, родным оком, вы призваны беспокоиться. Мы, как единомышленники, особо должны друг друга поддерживать. Хотя особо должны поддерживать и всякого, кто прибьётся к вам и обратится к вам за помощью. Но друг друга вам в первую очередь нужно держать. Насколько вы будете вместе единым, одними, целым, настолько успешно вы пройдёте вперёд и создадите эту благоприятную основу, только лишь на основе которой сможет сформироваться нормальное человеческое общество впоследствии и разувьётся, распределится по всей Земле и далее. Я правильно поняла, что ты сейчас находишься постоянно в молитвенном состоянии? Нет, неправильно. Что мне делать, ничего, что ли? Если бы я был один, тогда да, нужно было бы так. Я бы тогда сейчас и к вам не вышел бы. Вы просто знали бы, что вот там в каморке я сейчас нахожусь в это время и тихонечко на цепочках проходили бы мимо. Я же пришёл, значит. Ну, а устремляться мне можно почаще находиться в молитвенном состоянии? А как ты будешь дочери зарабатывать? Это трудно будет совмещать, да? Ну, попробуй совмести. Божье имамо на нем уже добыть объединено. Если будешь молиться и пытаться заработать деньги, то это вряд ли тебе удастся. Вы обладаете телом не для того, чтобы пребывать постоянно в молитве, для того, чтобы сделать многое своим телом. И оно имеет большую ценность. Если бы нужно было только молитвенное состояние, вам бы не обязательно нужно было тело. Вы бы в определенных вгустках появились здесь и пробовали молитвы менять окружающее пространство. Но всё по-другому. Вы родились, чтобы его менять своими делами, делами многими. Поэтому, если вы думаете о Божьем и в творчестве реализуете свои умения, это хорошо. Но если вы просто думаете о Божьем и не реализуете в творчестве ничего, то уже мало интересного, потому что вы не развиваетесь. Молитва позволяет вам выдерживать то состояние, в котором вы находитесь, но максимально благоприятно, не предполагая изменения в лучшую сторону. То есть вы его просто выдерживаете, вы охраняетесь в этот момент от негативного воздействия, но вы не улучшаетесь, не развиваетесь. Развитие — это работа, это в определенной мере некая борьба, когда вы побеждаете, преодолеваете что-то доселе непосильное вам. Что было ранее недостижимым для вас, оно постепенно становится для вас достижимым. То есть вы движетесь, вы изменяетесь. Вот это развитие. Развитие. Молитвенное состояние не ведет к развитию. Оно создаёт благоприятные условия. Но по-моему, них нужно сделать ещё и усилие. Поэтому вера без дел мертва. Не без молитвы мертва, а без дел мертва. Поэтому вы можете погрузиться все в молитву и пребывать в ней, но от этого мало толку, мир от этого меняться не будет. Вы будете себе помогать, да удерживать то положительное, что на данный момент имеете умудрились сохранить. Ну и всё. Но победить слабость — это надо войти в ситуацию, где эта слабость откроется, и вы начнёте её волевым усилием побеждать. Вот тогда вы меняетесь в лучшую сторону. Вот поэтому вы и сталкиваетесь друг с другом таким образом, чтобы вскрывались ваши слабости. Перед вами цель — стать единым целым. Но в достижении этой цели вы неизбежно вскроете все слабости друг друга. А значит, преодолев их, вы действительно достигнете этой цели. И она достигнется так, как и заповедно вам Богом. Вы будете одним целым проявлять великую любовь. Но надо работать над собой. А то, что нужно сделать, мы уже упомянули — забота о ближних. И прежде всего забота о тех, кто здесь вместе рядом с вами находится. Вы как напередовы. Если вы друг о друге забудете и начнёте прежде всего основную массу заботы выделять куда-то вовне, это тоже хорошо, но вам будет сложно держаться вместе на этой передовой. Поэтому мы прежде должны стать этим целым, крепким, целым, устремлёнными внутри друг к другу, крепко споенными своей заботой друг о друге. Вот тогда вы имеете возможность очень сильно воздействовать на окружающий мир и вас порушить будет сложно. Такую церковь Христову никому не порушить. Но где вы едины, а не в разноголосье проявляете свои молитвы? «Учитель, как мне поступить, когда я прошу у подружки прощения и говорю?» «Давай дружить». А она говорит, «Докажи, а я не знаю как». Спросила девочка. «Продолжать дружить, потому что так сложно будет доказать. Дружба проявляется с течением долгого времени ваших взаимоотношений друг с другом. То есть это сразу не докажешь. Нужно много-много разных обстоятельств, при которых, если вы правильно проявляете свою дружбу, другой человек может иметь возможность это отметить. Но опять же, если он способен это отметить, то ведь многие долгое время не смогут и увидеть такое проявление со стороны своего друга. Если сам человек не умеет быть другом, то он не увидит проявления дружбы, которые реально могут к нему проявиться. Он не в состоянии их оценить, определить, что это действительно дружба. Как он это оценит, если он не знает, что это такое, и сам не умеет это делать? Поэтому в таких обстоятельствах нужно всегда стремиться делать свои собственные шаги достойно. И не особо беспокоиться о том, видят это ближние или не видят, могут или они правильно оценить или не могут правильно оценить, могут вам ответить тем же или не могут. Вы просто стремитесь быть хорошими людьми, вы хорошими стремитесь быть друзьями всем, кто вас окружает. Качество верующего, это и есть качество того, кого нужно смело назвать другом, потому что этот человек всегда придет к вам на помощь, как только увидит, что вы в этом нуждаетесь. Он никогда вас не предаст, он всегда будет вам помогать, он будет вам предан. Вот то, чему вы и учитесь, стремясь быть верующими. Но вы дружбой соединены между собой в гораздо большем объеме, чем привыкли дружить, когда в жизни есть один, два друга, три, десять. А тут вы собираетесь таким образом, когда рядом сотни друзей могут быть у вас. Это удивительные моменты в вашей жизни, столько друзей сразу иметь. Учитель правильно или при разборе ситуации ведущему не разрешит рассмотрение предполагаемой ошибки в действиях ближнего, если не приводится точная цитата из писания, при том, что вторая сторона хотела бы услышать подсказку даже без приведения цитаты. И верно ли, что указать на ошибку точной цитатой, это грани подсказывающего, а не тех, кто хочет введеть возможную ошибку. Пусть это будут и третьи лица. Что-то я немножко потерял, не теребны. Хорошо. Разбиралась ситуация на сограни, когда один из участников сограни увидел некую ошибку. И эта ситуация уже была внесена на сограни и разбиралась. При этом его установили тем, что он не привел точную цитату из писания. Хотя тот, кому давалась подсказка, очень хотел бы узнать, в чём суть подсказки и рассмотреть это в широком круге сограния. Правильно ли было не дать возможность высказаться тому, кто видел что-то неправильное? Возможно так. Возможно запретить или дать. Возможно не давать. Возможно. Но будьте гибкими. Может, кто-то другой в этот момент упомянет эту подсказку, поточнее выразит. Но смотрите. Здесь нельзя тоже какие-то сухие правила ввести. Вы настолько по-разному выражаетесь и имеете разные знания, понимания того другого, что мы приняли в последнем завете, что требовать друг от друга какого-то единого проявления будет сложно. Надо будет снисходительней отнестись к каким-то неумениям, которые могут у человека проявиться. И бывает для него важен хотя бы даже сам факт попытки выразить мысль. Пусть может быть неумело, но для него большую роль играет положительную, что на эту возможность предоставляется и он пробует это сделать. А вы умело пробуете таким образом участвовать в разговоре, чтобы позволить ему выразить нужную мысль. Но это уже смотреть нужно на практике, как вы к чему-то подходите. Нужно ли строго что-то установить, либо все-таки дать им возможность проявиться? Если поточнее, учитель ему даже не дали возможность озвучить, установив его словами. А ты приведешь точную цитату из Писания. И получилось, пропала самая возможность разобраться. Сейчас мне будет сложно оценить, что у вас там на самом деле происходило. Я могу лишь сказать, будьте внимательны друг к другу, чтобы у человека не отпалом в общее желание участвовать, не появился дополнительный комплекс какой-то внутри и он не стал закрываться. Ведь вы прилагаете усилия на собрание, чтобы помочь друг другу открыться, смелее проявить свои качества, которыми обладаете, хорошие качества, или если они не развиты, помочь развить эти качества друг в друге. То есть нужна хорошая забота, хорошее понимание, которые вы друг к другу должны проявить. Тут уже надо смотреть. Здесь не будет каких-то чётких правил. Не смогу подсказать вам сразу на все вероятные в этом случае обстоятельства что-то угодно. Если посмотреть с такой стороны, что всё-таки эта грани, эта подсказка твоя из писания преданозначена тому, кто хочет кому-то что-то подсказать. Это то, на что надо ориентироваться. Подсказки бывают как некий ориентир, которому вы стараетесь следовать. Но может не получится у многих исполнить эту. Так и значит надо позволить человеку туда пойти и помочь ему двигаться к этому ориентиру, а не куда-то в сторону. Чтобы он точнее пошёл к ориентиру, хотя он сразу может не проявить то, что хотелось бы увидеть или услышать с его стороны. Но это помочь ваше другу другу. А то вы так резко бывает устанавливаете и человек, которого мы установили, вовсе не понимает, почему установили. Это нередко бывает. Это неправильно. То есть, если мы кого-то установили, мы попробуйте поинтересоваться, на самом деле понял ли он, что именно стало причиной, по которой его установили. А то человек устаётся в недоумении и уже общая с другим говорит. Ничего не понял, почему так сделали, пожимает плечами. Но ему никто и не объяснил. И если вы таким образом думаете друг другу помочь подняться, то это большая ошибка. Так нужно только отдалиться друг от друга. Учитель, у меня раньше было много радостей от того, что я делаю домашнюю работу и в общей от жизни. А сейчас это куда-то делось. И у меня не живу, а какой-то воздачу на себе. Тяжело и устало. Тянешь ну и что? Надо тянуть. Как вернуть эту радость? А как быть в эйфории? Да. Как попасть в эйфорию и все время радоваться, все делать с улыбкой легко, просто. А вот как уж вы будет от всех грехов, вы это будете ощущать. Через три жизни, что или так много у тебя, да? Ага. Но если так много, значит через три. Засмеялся учитель. Главное то ведь не куда это наступит, а чтобы это все-таки наступало. Чтобы приходила возможность очищения, чтобы оно все больше больше у вас свершалось и однажды достигли гармонии. Как сделать, чтобы радость все-таки приходила? Я же сегодня сказал вам гармонию выстроите только тогда, когда все живущие прежде всего рядом сделают гармоничные шаги и начнут стабильно их делать. Не просто случайно раз вы ощутили какой-то поздничный всплеск, а на другой день опять бог придавила геря, потому что опять перестали делать гармоничные шаги. А когда стабильно начнете делать все гармонично, так не только все рядом живущие все на земле должны это сделать. Вы один организм. Что вы хотите? Вы хотите радоваться, прыгать, ничего не замечая, при том, что сейчас гибнет огромное количество людей, страдая от горя, болезней, голода. Они мучаются, они плачут. Страдания огромные на земле происходят. Гигантские просто. Они ни с чем не сравнимы, во вселенной нет такого. Нигде. И вы хотите при этом прыгать все так легко, чтобы было улыбались. Это только в момент эйфории такое возможно. Когда человек открывается к чему-то он может почувствовать всплеск. Этот момент важен, чтобы сделать первые шагы. Это как любовь. Когда вы составляете природную семью, вы можете загореться, но она не будет постоянно. Она обязательно должна пройти и перерастить во что-то другое. Либо у вас возникнет уторжение вовсе, друг друга будете не желать видеть, либо перерастет в то качество, которое уже может длиться долго и быть очень прилагать находясь в этих эйфорических ощущениях. Они помогают вам сделать какой-то решающий шаг важный, принять какую-то ношу важную ответственность на свои плечи, где вы ощущаете ой, я хочу, ой, я хочу, дайте мне этот груз, сейчас у меня все горит, потом груз придавил, а, хорошо, вы пошли, время идет, как-то все проходит, эйфория немножко сдувается, почувствовать, что-то неуютно как-то, может не то взяли, может как-то ошиблись, начинаете задумываться, нет, все нормально, это нормальный идет переход, у вас сдувается эйфория, но вы должны проявить уже настоящее свою, потому что эйфория это как искусственные крылья, вам быстренько пришили на кнопочки, так, 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 хоп, что-то как легко, взвуспарили, в кавычках и вы думаете, что это ваше нормальное качество, которое у вас всегда и должно быть и кто-то крылья все сжимал, вы к этому привыкаете, к хорошему быстро привыкают потом кнопочки отваливаются, у них временное действие происходит грох на землю, что такое, кто вам обрезал, как посмели, что с крыльями, так у вас их и не было, вам их дали на время, чтобы вы рванулись в нужном направлении, тем более их дают только тем, кто действительно созрел рвануться в нужном направлении, потому что другим не приткнешь их, у них там наросты такие, что кнопочки никакие не выдержат, а у вас есть такая возможность, вам далась такая возможность, вы рванулись, но потом их надо убрать, вы должны свои крылья вырастить, а то большой сложный труд и он большую создает психологическую нагрузку, поэтому на вас казывается непростой весь мир, вы имеете определенные качества, благодаря которым вы можете частично охраняться от негативного воздействия всего мира, хотя полностью вы от него не закрываетесь, если бы вы имели полную зависимость от проявлений всех своих собратьев на земле, вы бы не смогли жить эту тяжесть, вы не смогли бы вытерпеть, а полная зависимость это если представьте себе, вы каждый день видите реально горе каждого человека, происходящее на земле, когда вы можете полнуться на него окунуться, вы не выдержите, поэтому вы имеете уникальную возможность не видеть этого и значительно добродиться от того, что реально уже существует, но оно действует, соединившись вместе и здесь в одном поле вы начинаете во многом зависеть друг от друга и это тяжесть, которую могут иметь ближние негодование недовольство страдания, которые они испытывают и которые они красочно стараются разбрасывать в округ сочную это навосказывается чем дальше вы идете тем больше уходит эйфория и тем больше проявляется ваше истинное качество а оно оказывается ух ты не очень тон радужное и крылья больше не голубиные а перепончатые пробуют взгробнуть там вот эту тяжесть вы в основном испытываете испытывая к ее сейчас весь мир тяжесть но я вам сказал пройти этот путь выдержать это испытание смогут только верующие но по-настоящему верующие и значит пройти это испытание не предполагается на одной улыбке нет вы будете испытывать большую тяжесть но вы ее должны пронести это ваша ноша это ваши крестики которые вы призваны нести и хотя они кажутся вам порой невероятной тяжести но они рассчитаны только на вас на каждого индивидуально у каждого есть свой крестик рассчитанный только на его возможности и силы и поэтому если каждого спросить каждый из вас условно так нужно сказать одинаково страдает нет среди вы с тех кто больше страдает кто меньше вы одинаково все страдаете потому что все это обязательно предупределено изначально и рассчитано на ваши возможности и четко наиболее благоприятно для каждого из вас подобрано это нормальное состояние это я вот к тому столько все наговорил что то что вы испытываете тяжесть сейчас это естественное состояние которое у вас неизбежно у многих должно проявляться неизбежно и вам нужно пройти не забывая о божьем вперед идти упорно не позволяя гругнуть своим стопам рукам проявляя нужные усилия идти вперед вы должны победить ну а побеждать как нужно говорить о победе если просто удана эйфория внутри там победа не требуется победа требуется там где приходится бороться и вот вам надо побороть то что вам способно еще мешать не позволять вам испытывать в должной в нужной мере в желанной мере радость счастье очень много тяжести вокруг очень много ее но вы делите ее между собой так вот поверьте друг другу устремитесь друг другу и вы пронесете это наиболее благоприятно и никто кроме правильно устремленных не сможет это так хорошо пронести это только верующие призвано сделать но опять же повторюсь верующие так как должно быть верующим они как формально привыкли себя числить изучая разные писания выкрикивая пытаясь бы хвалиться своей верой много кричать кто как любит бога нет имени пройти это все а те кто устремится друг другу ценя божье друг в друге проявить заботу свою другу друге вот они вместе почувствовав свое единство что они не одинок и они действительны эти люди пройдут все что их уже накрыло и что еще впереди ожидает ожидает немало но опять повторюсь победить это сможет только верующий вот я и надеюсь что вы веру проявите и пройдете вы победите так что не пугайся не тебе ломой сейчас сложно сейчас многих из вас так приговорило что проезжать не хочется вполне можете такое ощущать что нет интереса к жизни то есть может быть вот тут надо идти вперед цепляясь за все то ценное священное что уже вам дно двигаться вперед и тянуть ту ношу которую я зацепила за вами это ваша ноша тяните это ваша работа вы ее должны вытянуть максимально стараясь улыбаться хотя может быть это и непросто но тем не менее стараясь улыбнуться и быть благодарным за то что вам дана прекрасная возможность исполнить божественное на этой земле сейчас такое непростое но оно божественное именно божественное в завершении встречи в этот солнечный весенний день учителя традиционно благословил хлеба в этот раз хлеба находились в руках преклонившего колени священного служителя Сергея который поднялся из Петра Павловски в обитель провести литургию и обряд благодарения Владимира Новосибирского и Фаи Кузнецовой живущих в небесной обители когда учитель закончил таинство благословения и улыбнулся пришедшим к нему в этом дне кто-то из женщин побеспокоился о нем учителю дайте хлеба хлеб хлебу не нужен негромко сказал учитель